Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снимает один документальный режиссер, документальное кино И пытается весь фильм вызвать сочувствие к этой женщине, которая у него на экране Пытается вызвать сочувствие и даже где-то получается Финальный кадр Эта женщина бежит за поездом С двумя чемоданами Не успевает, роняет Поезд уходит почти Она подбирает эти чемоданы Слезы брызжут из глаз У меня одна мысль Сука, помоги ей нанести чемодан до поезда Если ты все это время вызывал к ней сочувствие Что ж ты творишь-то? Вот здесь, мне кажется, этическая грань Вознитель и ориентир Он перешел эту графику Перешел Либо делай революцию В этой стране Либо уматывай отсюда, чтобы тебя здесь не было Невозможно Ставить фильтр, когда ты видишь только черное и серое Это невозможно А особенно эти реминиссенции Которые слизаны, кстати Кто-нибудь видел, не забудь, станция Луговая Фильм Ну он же слезал оттуда Эти реминиссенции военные Слезал один к одному Только сделал перевертыш полный Там, где расцветало пышным цветом благородство Пусть даже советское Нет, суки И тогда все было говно Не только сейчас говно Мы как были говно Мы говном остались Говном будем И никакого просвета здесь Это я вам говорю Кто ты такой, падла? Извините, он может сказать, что На самом деле Нет никаких заимствований А все, что есть Это подсознательное Кто что увидел, то увидел Вы одно увидели Я другое А сам он выполнил свою задачу И в принципе истину ему нравится Еще раз говорю Мы принципиально расходимся в одном Принципиально И с вами, и с лазницей Наверное, и с вами Не знаю Для меня Как для человека Не просто архаичного А уже и старого этого Тут дети, не буду говорить это слово Для меня Искусство – это когда вверх Вот и все Вот и все А можно Извините, пожалуйста Вы просто очень долго говорили Про честность Это действительно важно И в кино в том числе Но главная героиня Вашего сегодняшнего фильма Который мы посмотрели Она ведь умирает И умирает непонятой Только потому что У нее вот эта способность К эмпатии Она существует Она наличествует Но она остается непринятой Только потому что Общепризнанные каноны И принципы не позволяют Да, принять Вот это милосердие Обличенное в такую форму Форму женщины Легкого поведения Нет, я об этом не думаю Она умирает Непознанной, кстати И непризнанной Не потому что Она проститутка Совсем не поэтому А потому что Выясняется Что в нашей жизни Не всегда А чаще всего никогда Вот это искреннее Отношение к тебе Полное искреннее Когда вот отдаешься Не нужно Вот и все Но если это вниз Ребят, ну поставьте мне Памятник тогда Потому что я Говорю то Чего не знаю И делаю то Против чего возражаюсь Все вверх Почему? Потому что еще раз говорю Ну умерла любовь Да, вот она Как нас на глазах умерла Мы понимаем от чего Но если у нас есть И доля сочувствия Жизнь-то продолжает Мы же эту любовь Родим заново Все равно А у лазницы Не родим Но не родим Какой? Ну это во-первых Был фильм Костомарова Да Во-вторых Во-вторых Он не заставил Меня сопереживать Женщину Он смотрел на нее Все равно Как в мире животных Как за За редким Павлином Там Или за Кенгуру Который Из сумки Все вываливается Он хотел Чтобы я ее сопереживал Но поскольку Он сам Я не сопереживает Поскольку Он не догнал Ее чемодан Не поднял Ну как он может Заставить меня сопереживать Ему кино важнее Чем эта баба Ему кино важнее Ребят Ну о чем говорить Александр Давайте У кого микрофон Ребят я дико извиняюсь Минут 15 Уже держу этот микрофон У меня вопрос такой Назарел Александр Скажите пожалуйста Вот если бы не было кино Ну вот так вот получилось бы Скорее вопрос Иллюзорный Но тем не менее Вот Что бы вы делали бы Можете Какое-то еще направление Искусство назовете Которое вам Не безразличное Да я и в кино Не очень талантлив А уж во всем остальном Точно нет Точно нет Я Если бы я мог писать Стал бы я с вами разговаривать Это называется Если бы я мог Живописи заниматься Но тоже Это же счастье Сам на самом Как все-таки легко Поэту Что захотел Ты написал Александр Это проклятие Скорее чем Чем благодать Проклятие Конечно проклятие Потому что Даже если у тебя есть замысел Начинает разрушаться С первых же мгновений После того Как ты сталкиваешься С любым другим человеком Будь то обожающий тебя Оператор Или твой собственный папа И дальше Ты Вступаешь в неравную борьбу Пытаешься Этот замысел отстоять А еще же Есть обстоятельства Погода Например Неправильно Неправильно проявленная пленка Деньги 50 человек Которым вовремя Обед не привезли И так далее И это каторга Правда Но это такая Для меня пока Счастливая каторга Что наверное Если зритель потерпит То я этим буду заниматься По крайней мере Еще один фильм Точно Ну раз уж вы здесь То вы прошли это Прошли достойно Спасибо за Слово простое Вот там Да Я просто хотел Поблагодарить вас За российское кино За то что Вы В очередной раз Да Ну на самом деле Я сейчас объясню почему Потому что Вы в очередной раз Доказали О том что У российского кино Есть другой путь Нежели чем У американского То есть Чем берет Голливуд Это естественно Экшенами Это естественно Суперэффектами А чем Мне кажется Российское кино Все таки Ну вот Советской эпохи И которая сейчас Допустим Даже ваш фильм Чем он Вот взял Лично меня Это Вот Психологии Смотришь И ты Сопереживаешь То есть Опять же Школа Переживания Константина Сергеевича Станиславского Спасибо вам за это Спасибо Спасибо Но я с вами Не соглашусь совершенно Ни в оценке Этого фильма Не в том Что касается Американского кино Потому что Помимо Тех картин Которые мы привыкли Называть голливудскими В Голливуде Снимается колоссальное количество Фантастически Интересных фильмов И актерских И атмосферных И сюжетных Но любой вкус У его Не все До нас доходят Но Но есть просто Целое направление Палубюджетным кино В американском Которое тоже снимается В Голливуде Которое скорее Больше похоже Вот на это кино Чем Чем прежнее Советское Как бы я не хотел Этого Представить В Америке Есть все В этом смысле И И есть просто Ну действительно Выдающийся фильм Выдающийся Мне как актеру Очень хотелось бы Сняться в вашем фильме Если будет такая возможность Это другое дело Здравствуйте А вы полночь в Париже видели? Александр, здравствуйте Я вот здесь Справа от вас Вы очень много говорили О том Как вам неприятно Видеть Когда режиссеры Там Имеют публику Которая пришла В кинотеатр Вот Как вам работается На канале Который помогает Власти Иметь Большую Страну Большую историю Я ночью работаю Ну Вы же вносите Свой вклад Я всякого сомнения Но ночью То есть В другую часть публики И Мало того Я вам так скажу Не оправдываюсь совершенно Потому что Когда я шел на первый канал Я понимал Что компромиссы Неизбежны Если вы избежали В своей жизни Компромиссов Я поставлю вам памятник Я шел Я шел на эти компромиссы Сознательно Они заключались в том Что два или три имени За все время Что я служил на первом канале Были вычеркнуты Из списка гостей Которых я приглашал Во всем остальном Я никакого Так давления Или цензуры Не чувствую Мало того Тут случилось несчастье У нас Премьер с президентом Разобрались Кто из них Кто А если бы это Несчастье не случилось То готовилась к выходу И была записана Уже в четырех выпусках Передачи Гражданин Гордон Которая была Не просто социальная Она была Ну скажем так Параноидально социальной То есть это вот С чего я начал На российском телевидении Еще до того Как меня узнал широкий зритель После программы Нью-Йорк Нью-Йорк Я вернулся В такую маленькую Тихую программу На канале ТВ6 Даже не помню Как она называлась Но она шла каждый день 15 минут в прямом эфире И я сидел И бабушке звонили И говорили Вот никак Унитаз починить не можем И я их переправлял Куда-то там Где можно починить унитазы Вот это была Точно такая же программа То есть это вот Когда в конце Мы обращались Причем официально И яростно Обращались к власть имущим Починить унитаз А где вам все-таки Комфортнее На первом Или на охоту и рыбалка Ну охота и рыбалка Это халтура Вы же понимаете Я очень люблю Охоту и рыбалку И с удовольствием Представляю себя дилетанта Хотя я тоже умею Ловить рыбу А животных стрелять Кроме птиц В последнее время Не могу Но это халтура Мне предложили записать Там 40 программ Я их записал за деньги И по-моему нормально Потому что таксисты Ко мне теперь Только так и обращаются О, охота и рыбалка Здорово А психологи говорят О, наука о душе Привет Говоря о компромиссе Послушайте Я ведь Не зря сказал Что когда идешь на первый канал Ты знаешь на что идешь Что удалось сделать Это удалось Из специальной передачи Которая обсуждает кино Все-таки создать площадку На которой обсуждается Не только кино Все это понимают Все на это закрывают глаза Потому что это идет поздно Мало того У меня еще есть привилегия Поскольку я давно на телевидении Уже вполне сумасшедший Я в программе Несу все что угодно А вот как ее монтируют Уже не мое дело Потому что у первого канала Есть политика Что ведущие Не принимают участие в монтаже Поэтому я совершенно чист перед собой Я несу что не попадя абсолютно А там они уже что-то там подрезают Я же не смотрю программу в эфире Поэтому мне неизвестно что Но за вами остается выбор фильма Нет конечно дорогая моя Ну что же за заблуждение такое Чтобы выбрать фильм в программу Его нужно купить Для того чтобы купить Нужно заплатить деньги Я же не инвестор первого канала Не совладелец первого канала Я нанятый человек Программа не моя Если помните Вы же сами говорили Вела ее Катя Мцетуридзе Называлась на премьеру со зрителем Программа не пошла Не было рейтинга Костя Эрнст У него любимое детище Это вот эта программа Он очень хочет показывать то кино Которое нигде нельзя показывать В этой передаче Меня позвали как кризисного управляющего Я сказал Ребят давайте поменяем название Я придумал закрытый показ И формат Давайте я буду все таки Блин еще и материться иногда Появился рейтинг Ставит смотреть передачу Смотрит уже четвертый сезон Что еще нужно Первому каналу ничего А какие фильмы Если бы моя воля была Я бы никакие не обсуждал Правда Я бы лучше книжки читал вслух Все эти там полтора или два часа Что идет эта передача Правда А я хочу особое спасибо Сказать за эту программу Я не вру Потому что нет смысла Александр Горевич Александр Горевич Я наконец дозрел до вопроса А вы так Я-то боялся Я тоже боялся Что он так и не родится Я-то боялся Что у вас не получится Все-таки Не получилось Вы так экспрессивно обсуждали Фильмы других режиссеров А как часто вы Не досматриваете Кино до конца Я почему И вообще Спектакли что-то еще Я почему спрашиваю Мы с вами в апреле В Москве Вы стои были на одном спектакле По рассказам Чехова И вы ушли после первого акта А вот Как часто вы не досматриваете И почему Что у вас Почти Почти никогда Не досматриваю до конца Если не нужно обсуждать Я уже Изобрел формулу И всегда Всегда ей пользуюсь Я говорю Что я кино смотрю Только вынужденно Такая у меня профессия Понимаете Если нужно записать Там Хотя бы 8 программ в месяц То есть надо посмотреть 8 фильмов в месяц Вот их я досматриваю до конца Причем Предпочитаю делать это в зале Потому что У меня большой экран дома стоит Даже проектор есть Но это не то Я обычно беру с собой 2-3 человека Потому что кино Это коллективное Бессознательное Это нужно посмотреть Тут же обсудить И вот мы садимся в зале И смотрим это кино Его остановить нельзя Потому что Вот хочешь или не хочешь Ты привязан Тебе нужно С кляпом во рту Досмотреть это до конца Потому что обсуждать Но когда я не вынужден Это делать Ну скажем Вот мне очень понравился Фильм Романа Каримова Неадекватные люди Я пошел на кинотавре Смотреть его фильм В дребезге Я ушел через 20 минут Потому что понял Что парень пошел на эксперимент Чтобы второе кино Не было провальным Он сам от себя Отошел Но мне это зачем смотреть Ну зачем мне это смотреть Вот прикажут Купят его фильм В дребезге Я посмотрю его А так нет Там была совсем другая история Во-первых Я все понял Про спектакль У меня к Чехову Совсем другое отношение Я долго им занимался Замечательные актеры Да и театр хороший Но я там был с девушкой Ей нужно было уйти После первого действия Поэтому Спектакль ни при чем Спектакль Вот в данном случае Ни при чем совсем Вообще Когда я иду в театр Я спрашиваю В двух актах спектакля Или в одном То есть если в двух Чтобы не обидеть Я отговариваюсь Я говорю Знаете У меня там дела какие-то А если в одном То ну хочешь Во время спектакля Не выйдешь из зала Поэтому досмотрю В любом случае до конца Поэтому очень редко Хожу в театр тоже Подбором гостей Тоже вы не занимаетесь? Подбором гостей Занимаюсь Я и редакторы Коих шесть человек Включая главного редактора Аида Ганеева Однажды у вас Фильм Когда Дебежева Обсуждали Ох компания За Кто был в фильм Шикарная Подобралась Тогда Они вас часто В мужу сажали Вы понимаете Что для того Чтобы собрать Пять человек за И пять человек против Редакторам нужно Обзвонить 100-120 человек Понимаю Конечно И какой расклад Будет Мы обычно знаем В день записи Потому что Кто-то может отказаться Просто в последний момент Кого-то мы сажаем Специально В первый ряд Хотя это для гостей Унизительно На замену Вдруг что? Собрались Опа Неадекватная ситуация Редактор начинает Разруливать Ребят Это такое дело страшное Я столько на этом Людей потерял Даже не из-за того Что я обсуждаю Картины А от того Где они сидят И как их представляют Это ужас Это ужас Можно я скажу Александр Хотелось бы поблагодарить За ваш фильм И сказать На мой взгляд В вашем фильме Есть редкий гость Для нашего Для российского Для американского Кино Катарсис И Хотелось бы Два вопроса Скажите пожалуйста Были у вас Консультанты На фильме Кто помогал Создавать быт Атмосферу Дух Эпохи То времени И второй вопрос Критики говорят Вот что вы В своем фильме Поэтизировали Проституцию Вот Как бы вы Могли им ответить На это Если бы они Хоть раз Легли под кого-нибудь Я бы посмотрел Как они на это Делали Дальше смотрели Я не поэтизирую Проституцию Мне действительно Этих девочек Жалко в первую очередь Не важно Какие обстоятельства К этому делу Привели Сегодня Вчера И завтра Мы знаем Что это Древнейшая Из всех профессий Верно Неважно Какие обстоятельства Привели Мне их Жалко До слез Первое Второе Консультанты Были конечно Ну во-первых Гарри Борисович Он консультировал Скорее по духу Чем по обстоятельствам А по обстоятельствам У нас было два Феликс Кохрихт Замечательный журналист И историк Одессы Который Взял на себя Функции Консультировать нас По реалиям И забыл Как его зовут Каюсь Директор еврейского музея В Одессе Который был создан На частные деньги Откуда очень много Предметов Мы взяли тоже В кино Он Консультировал По части Транспорта Реквизита И так далее А платье у героини Шибко красивое Дюк Дюкс 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 Своим Своим присутствуем У меня вопрос Просто про любовь Вы как гражданин Соединенных Штатов И человек Творящий на территории Российской Федерации Не могли бы Посыл любви От русской души В сторону американского зрителя Своё творчество Вот На американском кинорынке Проявить У меня есть свой Американский кинорынок Это мама Которая исполнила 70 лет в этом году Отчим Сестра С её мужем И с ребёнком Моя первая жена И моя дочь Неразумная 23 лет Для меня это Достаточно Американский кинорынок Что касается Если отвечать на вас Вопрос серьёзно То есть Почему бы не работать В ту сторону Я ни в какую сторону Не работаю Правда То есть Если у меня возникает Потребность снимать кино То я не фильтрую его На запад Восток И так далее Не знаю Ответил или нет Вы сказали Что в российской Киеве Невозможно перевести Да нет Почему Слушайте Ну как Невозможно Звягинцев переводит Плазницы переводит Как невозможно Возможно Если это востребовано То есть Если мы в говне То это востребовано Абсолютно А если нет Но дело не в этом Послушайте Я же не Ну правда Я не хочу На знамена Поднимать Нашу Бесславную родину Мне Очень многое Из того что происходит В России сегодня Понятно А значит Я Принять это Не могу Никак Но с другой Но с другой стороны Вот так же Как Фильм Ликвидация Извините Это Изнасилование Моей Мамы Одессы Изнасилование Просто Просто Изнасилование Так и Те фильмы О которых я говорил Это изнасилование Гораздо Большей Родины Ну да Мать у меня Такая Она в грязи валяется Пьяная И что Не любить Теперь Ну как Скажите То есть Американский зритель Вам нисколько Не интересен Мне интересен Любой зритель Которому Интересен Я А по другому Я просто Не понимаю Как Я же говорю Я не профессионал Если бы была Задача У профессионала Снять кино Про Россию Для американского Зрителя Наверное Если бы я был Профессионалом Худо Бедно Я бы с ней Справился Но я Не про это Правда Я деньги Зарабатываю На телевидении А здесь Я их только теряю И деньги И друзей И все остальное И даже Рекутацию А есть в коме Сигареты Выбирать Не приходится Спасибо Хоть три вы сказали Можно вопрос Можно вопрос Говорим о зрителе Почему решили В Казахстан Свой фильм Привезти Это не я решил Почему Согласились Согласился Потому что Я никогда не был В Казахстане Потому что У меня есть друзья В Вене Которые бы Отсюда сбежали В 24 часа Они были связаны С телевидением И попавшим В опалу Зятем Которые до сих пор Ностальгируют Страшно У которых Жены Казашки Которые Пытаются купить Всеми оказиями Каза здесь Чтобы Бешбармак Жены сварили там И сколько раз Я в Вену не прилетал Никак не могу На Бешбармак попасть Потому что То жен нет То Каза нет Да Ну надеюсь Может быть Это случится Мне было очень интересно Я понимаю что я не увижу ничего Сегодня я прилетел поздно Завтра весь день Почти занят Может быть на базар попаду Но Так или иначе Я себе Всякий раз Во всех путешествиях Вот я в Тбилиси тоже Несмотря на то что Был 7 лет женат на грузинке Из Тбилиси Тбилиси был впервые 3 дня назад Я себе ставлю Такие галочки Куда хотелось бы попасть Когда никаких дел не будет И И можно будет Да Надеть темные очки И неузнанным по городу Походить Вот Мне обещали правда Алмато и Астану В одном флаконе Но потом Астана отпала И осталось только Алматы Чему я наверное и рад Потому что устал Я смертельный Я за последние полтора месяца Пролетел 57 тысяч километров Мой друзья у вас не очень Друзья у вас не очень Пятая с вами Знаете Друзья не выбирают Вы им каждый Так Везите Не Я в Вену не скоро попаду Я здесь Напротив вас Но я вопрос Наверное задавать не буду Я просто Хочу сказать Что фильм понравился Пользуюсь формулировками Из передачи Я бы этот фильм смотрел И рекомендовал смотреть И коротко Объясню почему Потому что фильм Наверное не должен Заставлять думать А чувствовать И вот этот фильм Он заставил меня Что-то почувствовать Посмотреть Может быть там Какие-то свои линии Продолжить За героев Или искать мотивы Их поведения Соотносить их С собой Со своей жизнью Допустим Ее возвращение Домой Я допустим Понимаю Это как нечто Такое важное Как момент Перезагрузки Первый Второй Ее возвращение Домой Все-таки С матери Установление отношений Бывают моменты В жизни Когда необходимо Самому вернуться Домой Побыть На своей земле Где-то И там это дает Поэтому думать Наверное Здесь не надо Потому что Это не дискавери Канал Или не канал История Чтобы понять Какая была история У этого человека И у этого Не отдел кадров Это не исторический фильм А это первая Как бы ремарка И вторая ремарка Относительно того Что Вот зритель Это не массовое кино Как здесь Некоторые говорили Дело в том Что мне кажется Что здесь Проблема Это не фильма А проблема Наверное Общей среды Сейчас Проблема Общей среды Что Зритель Может быть Такой стал В большей степени И он Не потребляет Такие фильмы Он не понимает Не смотрит И как раз таки Вот задача Того Чтобы вернуть В кинотеатре Людей 25 плюс А я бы Даже наверное Учитывая Инфантильность Нынешнего поколения Сказал бы 30 плюс Может быть Вот этот Как бы Вот этот фильм В принципе Может эту задачу Выполнить Наверное Поэтому Думать не хочется В данном случае Хочется чувствовать Поэтому фильм Это первое И второе Приезжайте еще Съездим на рыбалку Оооо Спасибо И за первое Особенно спасибо И за второе Да Последний вопрос Мы расходимся А вы готовы Еще сидеть? Нет Надо отпустить Отдыхать Вы обсуждали Боксы И Тулефан 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 был Потому что Традиция общая Предполагает Не только Общее прошлое Но и общее будущее Если его нет Никаких школ Никаких традиций Да Придумать невозможно На пустом месте Они не создаются Мало того У нас сегодня Нет даже Художественного контекста В кино Потому что Каждый Включая меня Он когда Кино делает Он не разговаривает С братом Вот я делаю кино Я не разговариваю С Колей Камерики Который мне очень Дорог Да Языком фильма Мне даже Не важно Посмотрит он Или нет Наверное Это самая Большая потеря Которую Можно понести В художестве Ну то есть В сообществе Вот она Произошла Поэтому Когда мне говорят Про новую Казахскую волну Или новую Литовскую волну Или новую Эстонскую Или новую Французскую волну Во французскую Еще готов поверить Потому что Они Уже лет 6 Верят в евро А во что Верим мы Мне Совершенно Непонятно Эти фильмы Все очень разные Очень разные И если бы Не почва На которой Они там Созрели Или Не почва На которой Вызрили В большей части Каюсь Мне не нравится В том числе И казахская Спасибо Было очень вкусно Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры